ну мы снова вернулись заиграет зловещая музыка надеюсь не слишком громко но не такая зловещая сколько мистические открою отправимся в край приключений блеха муха я забыл переключить не отправимся а вот теперь отправимся надеюсь она не сильно заглушает что у нас сейчас подпишутся я надеюсь у вас что-то простые нет текста какие-то выкатывает и пишут что все нормально говорит тебе придется пройти через 15 испытаний говорит чтобы встретиться со мной i refuse none who come here yet i say turn back если ты не готов то развернись и уходи back so soon i knew you would not for да сейчас игру маленькую убавлю что-то потому что немножко громко почему-то всегда слышно через скайп кто-то говорит так нас другим давай все это делаем вот так вот убавим ну что я сбросил сохранение сколько-то я тут прошел просто решил сбросить что-то поначалу все пошло в принципе сейчас он нам сдаст карт вот так мастер игры мастер игры и первый наш мир что фаст ман в майку так валет пыли шоу и руководить москву но причем он будет пыли предатель разбойников сильнее быстрее что подальше пути постепенно носить сильнейшие удары которые невозможно блокировать кроме того вдохновлять своих последствий те носят воруют у вас золото при каждом ударе ну начинаем ну сейчас то лучше наверно должна быть слышно я все таки убавил все это дело ну чё там дешевле ну чё ну чё в принципе начинаемся так инвентарь инвентарь это герой ну он стандартный герой менять его нельзя ржавый топор так ну и в принципе вот это вот наша стартовая карта с фишкой где находимся на ходу и выбираем куда идем ну слева здоровье, золото, пища то есть за каждый ход тратится одна единичка пищи угу вот слева вверху это карты мастера игры внизу это наши карты в инвентаре которые находятся и там по условиям различных карт которые сейчас будут выпадать и разыгрываются либо те, либо другие карты так ну и первый ход вероятно 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 что эта встреча осталась живой в твоих памяти не удивлен что встретились это довольно стандартная карта вот однажды в тенистом лесу вы встречаете эльфийскую деву он останавливается чтобы пополствовать вас и говорит не мерит из лесного народа давно помогаем смертным на этом плане бытия какую награду ты ищешь тут у нее можешь попросить три различных вещи то есть либо здоровье попросить либо припасов то есть пищи либо золото что попросим я думаю наверное припасов чтобы можно было сделать больше ходов остальное пока что еще не так будет да вот карта халеб насытит тебя на много дней издающий дает две карты пищи но я уверен что ты благодарен за это теперь пищи да хорина можем много ходов делать говорят непроницательные не искать их приключения могут защитить себя от всех капризов фортуны прощай так теперь можно даже выбрать куда идти либо вверх либо вправо ну пойдем пойдем сюда да да первый момент этот глинтый оружие на взрыв действительно нет ничего как это ну это событие сейчас вы видите клинок сверкающий на солнце он лежит рядом со скелетом на дне ответственного ущелья то есть включайте воображение и рисуйте всю эту картинку это игра для развития воображения да это типичный настолк ну я уже я играла правда не очень много настолков но узнаем теперь решаем стены ущелья увиты плющом спуститься по ним легче легкого что же сделаем спустимся за мячом либо нет конечно же пойдем да почему нет есть собственно разыгрывается четыре карты три которых успех и одна права и сколько тебе этим надо одну либо с успехом либо с провалом какую карту тянем вторую справа справа угу вот это то бишь да успех очень осторожно успускайтесь на дно ущелья и забирайте оружие с трупы издающие дают карту оружия и меч только кстати в на столках чаще кубики да а то тут четыре карты на выбор интересный ну да тут маленько по своему не сделано так ну и соответственно смотрим у нас топор хреновый меч чуть повыше чем хреновый экипируем для начала говорит станише фиктивнее в бою мы идем на следующий год господин Лайонелл что это за существо господин Лайонелл но у меня его не я понял ни о чем не говорит вы наслаждаетесь ужином в местной таверне как рядом вдруг рядом с вами присаживается чудной старик довольный он чувствительно бьет деревянным посохом вам по плечу чтобы привлечь ваше внимание вы оборачиваетесь и понимаете что это гоблин очень плохо замаскированный под человек оно не видно его морщинистый лицо расплывается в улыбке а в глазах поляшет искорка безумия я господин Лайонелл если представишь мне что я попрошу я наколдуй тебе что только захочешь у меня даже колдовской посох есть я сам сделал без удержанок гогочит несколько минут потом стихает нетерпеливо а терпеливо ждет вашего ответа да славка пишет убиваю его это ловушка что же ему дать можно дать ему пищи золота у нас нет золота можем им заплатить можно спросить что ж надо тебе такой ты никодей либо ничего не ответить ему что здесь захожу и что ему дать хлеб спросить что нужно да ну золота у нас нет поэтому золота мы не можем ну а если его попробовать задобрить покормить ну давай покормим значит он оттоял ему хлеб внимательно рассматривает хлеб затем кладет себе в карман с вроде бы довольным видом стучит по полу и у ваших ног появляется щит держи старина он дает вас теплой улыбкой оскалив кривые желтые зубы ты так похож на моего сына мы с тобой раньше не встречались ага на губрина да комплимент тебе сделал тихо мы не встречались мы получаем щит щит какой то да да мы получаем щит можно защищаться с помощью клавиши Y отрасить снаряды также есть контрмеры с помощью клавиши Y можно отбивать выпады оружия противников у нас горящий Аксесс какой есть как ты сделал вывод что Лёшка курит в смысле написал за Олега бросай курить вы не успеваете ему вмешать он с нечеловечей скорость скорости хватает с вашей тарелки маринованный лук вы бегаете с того он сверху если ему хлеб дал какой он лук откуда он лук дал ну правильно его же надо чем то заесть хлеб ну в принципе у нас осталась осталась последняя карта это раздача это лестница а блин да у меня то что Макса видать стрим не запустил возможно вот я ладно мне можно тупить ночи ночи лестница спускаемся по лестнице где пойдем обратно ну обратно смысла нет мы уже все карты открыли а да значит идем вниз главное не упадет начинается новая глава но первое первое что это игрок конечно у меня есть такой не будет пройти все приключения победить всех противников там же сказал 13 приключений тебя ждешь чтобы сродиться лично со мной а а понятно открылся новый путь мы идем на следующую карту с а с с с перед вами стресс компания с дерево пригождает путь сдающий дает карту монстра и это три пыли но пыль это здесь как это называется эти как разбойники о можно напасть на мерзавцев как они вообще посмели у них вообще зубы лишние что ли да либо отдать наеме разбойникам золото но у нас золота нет поэтому придется драться выбора нет вы спускаете боевые кличи обнажайте оружие спусти боевые кличи я да а я я это это не женское это дело завязывается бой здесь в отличие от настолок что сделано круто то что воплощены все сражения то есть ты сам участвуешь в сражениях вот в принципе одеваем наш щит меч который мы нашли мы идем икона компания цена 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 как в этом плане это что то вообще с героями есть там же тоже бои как бы есть тут маленько вот это прикольное сделано боевка достаточно простая если кто играл в Бэтмена поймет почему сеть тут как говорится пресс x2 win просто жмякать одну кнопку нет нет не только одну еще вовремя блокируется успевать две да но тут боевка далеко не в основной части игры ну да тут самое интересное вот эти все события карты все так обыскиваем трупы и забираем все ценные сдающий дает 3 карты добычи снаряжение снаряжение у нас что? шлем голос прикольно сдающего я не слышу озвучка классная эффекты болучения у дуба и РЦ А она на русском, озвучка? Нет, английский. Русский не будет. Ну, как всегда. 10 единиц пищи. И 25 золота. Круто. Так, винтарь посмотрим. Ага, на башке шапка. Довольно стрёмная. Какой-то пират у тебя, персонаж. Ну, то есть, самый, кстати, минус. Единственное, наверное, то, что нельзя изменить персонажа. Стандартный. Ущелье покойное. А ты вообще на столке играл? Реальные какие-нибудь. По-моему, в монополию только. Мы как-то с коллегами играли в манечки. Стар манечки. Мне очень сильно понравилось. Пересекая древнюю веревочный мост на дущелье покойненько. Вдруг слышите. Под мостом шорох. Засада. Снова засада. Угу. Лятно. Карта монстра. В этот раз только двое. Да, Слава, я играла в манечки. Ничего тебя удивляет. Клевая игра. Я не играла. Даже не особо слышал. Не знаю, в чём там суть. Ну, она такая немножко стёбная игра. Я играла в стар манечки. Там, с уклоном в фантастику такую. Там, забавная игра. Там надо подставлять своих игроков. Кто с тобой. Ау, чё. Промазали. Пропустил. Ну да, на столке они такие своеобразные. Ну, они всякие бывают. Снова обыскиваем трубу и получаем три карты. Обычные. А, кстати, да, там их много. Я ещё играла в кунг-фу, по-моему. Это типа того он назывался. Ну, правда, недолго тогда. У меня времени немного дыхает. Вот обилочка одна появилась. То есть, вот этот дамок, он можно стрелять в восьми направлениях над кинжалами. Крут. Крут. Дамок. Щепечка. 40 золотых. Ну, нифига себе. Пруха. Я слов таких подробностей не знаю. Набрать вещи и потом монстров сливать. И теперь у нас ремесленник. Кстати, за один каждый ход восстанавливается здоровье, по-моему. То ли пять, то ли десять единиц. За каждый ход? Да. Здесь и у нас попался ремесленник. Угу. Если не старой роща, в стороне от тракта встречайте бородящего торговца, который рад совершить сделку спутника. Ну, пойдем, прилаг, посмотрим, че у него все. Можно не пойти, можно пойти. Пойдем. Пойдем, че нет. Приветствую, добрый человек. Мне найдется немало полезного для вас. Ничего себе, пять часов будет в манечке. Славка играет. А мы как-то недолго, быстро справились. Хотя нас там народу было много. Я еще очень приколаз. Там есть расы. И можно их сочетать. Там вот в этом староманчке, там всякие расы, мутанты, там котейка там была. Раса. И одному выпало, короче, сочетание расы. У него вот как раз был мутант и котейка. Он такой сидит, говорит. Я, наверное, котант или мутейка. Он мне, вот этот старый, очень сильно понравился. А кунг-фу не очень. Надо будет как-нибудь поиграть. Хотя, блин, с кем мне играть, мать. У меня уж друзей нет. Да ладно. Ну, есть, но там надо хотя бы человека четыре или пять. Приезжай, поиграем. Сейчас я бы с удовольствием. Там еще, кстати, да, важно, какого ты пола. Там еще есть карта смена пола. Это надо будет потом узнать, что там ты сейчас, в данный момент, еще и другого пола. А вот как раз этот чувак, который был мутейка, он такой, говорит. Я еще и трой свистит экологического масштаба. Мы очень долго спим. Вот это для компании мальчики, но это идеальная игра, по-моему. Там просто хвататься можно. Вот это продадим все. Монеты для подсчета уровня, сладко, что ли? Просто у нас там очень были... Ладно, мы будем тебя отвлекать. Я сейчас тоже воспалываю, что-то мальчик. Это твоя цель была, как я по-моему. Ну, сейчас пока только два уровня в этом приключении. Потом мы становимся больше, там три, там четыре, там больше, больше, больше. На столе прям целая куча карт, потом становится так. Сейчас пока мало. Маловичный, с повышением уровня. И теперь за каждое особенное событие он дает вот эти вот фишки. То есть на эти фишки открываются дополнительные карты, которые выпадают как событие, либо как тебе предметы. Ты можешь потом сам, может, выбирать колоду самому. Угу. То есть строить, что именно у тебя в приключении будет. Ну, это все хорошо. Но это все выпадает, так бы, рандом. То есть... Так, ну вот, нашли мы валета. И придется теперь его отвалить. У него еще четыре солдата. Я тоже уже... Еще подскупил там что-то себе. Да, Макс, у нас слышно наоборот, потому что сейчас Леша стреляет, а я из кайпа. И поэтому меня сильно не слышно. Почему-то у валета подмога какая-то еще. Ну, да, они здесь слабаки пока. Приходит парень. Ну, в принципе, он сам слаб. Ну, в принципе, забираем мы эту карту в этом валета. Падает в коллекцию. Как это профиль? Чик-то. Падает. Это еще. Ждут тебя еще 11 спортивников. Прежде чем мы встретимся. А в конце он сам будет, вот этот вот, который сидит? С мастером игры нужно будет сразиться. И получаем наши награды. Называется балет черепов, это следующий противник. Там зал мертвого короля, новые события. Костянка, события, выбор дьявола, прикольные, кстати, события. Выбор нет. Река и капитан Барли. Дальше получаем. Это у нас дополнительные карты. Инвентария. Средняя броня, цепь ярости. Натратные юморки, средняя броня, ранние стоимости. То есть, это всякие доспехи, щиты, оружие. Так прикольно получается. Ты сперва говоришь, какая карта, а потом у меня она открывается. Ну да, это прикольно. Еще дополнительные испытания. Где разбойников. Лабиринт ловушек. Коблин. Ну что, сыграем еще раз дачу? М-м-м, давай. Макса Соника бросили, потому что Эггман победил. Ну вот, теперь уже, начиная со следующих приключений, можно самому создавать свою колоду. То есть, режим приключений. Бесконечный режим, это что? Ну, он там позже откроется, то есть, подряд у тебя будут этажи идти из всех карт, которые у тебя вообще доступны. В руках. Угу. И режим бесконечный. Как-нибудь я когда его открою, когда я все пройду, покажу. Ну, я про ЦАНик. Так, вот здесь наши противники находятся. Угу. Потом у нас здесь второй уровень, третий уровень, четвертый уровень. Я доходил только до второго, по-моему. До сюда. Так, вот здесь потом, за каждый пройденный уровень, здесь будет карта дополнительного бонуса. Вот это красная. То есть, там, по-моему, будет улучшенное снаряжение, здоровье и еще что-то. Угу. Так. Валет черепов. Это сейчас твоя цель, да? Да. Можно посмотреть их историю. То есть, эти нечестивые твари возглавляют отряды простых скелетов. Это скелет. Отселяю ужас сердца любых теплокровных созданий, пока вы не победите. А то в Демина, его легион практически бесчисленен. Ну, из-за него награда. Припасы. И три отряда черепов у него. По два. Скелета. Угу. Ну, ты ж прокачаешься, пока до меня убедишь. Ну, да. И пойдем смотреть на школу. Нет, мы сделаем сами. Мы че же... Лопухи столько какие. Мы даже встретили. Мы сами сделаем свою колоду. Так. Что у нас нового открылось? Старые вещи можно выкинуть сюда. Вот эти вот стрёмные щиты не нужны. Возьмем крутой щит. Вместо... Так. На, на Y, да. А, новые карты посмотреть нельзя пока. Что они дают и что они означают. Пока они не выпадут на стол. Угу. То есть, ну, давай. Топор он... А, да. Топор он нормальный. Один меч уберем. Возьмем вот эти вот убывал. Чего она отдаст. Так. Вот этот дамокал бесполезен. Можно убрать. Вот этот контракт наемника, это я точно помню. Потому что уже играл. Он не выпадал. То есть, за каждое, по-моему, сражение, или за каждый удар получаешь золото. Да, по одной монетке был. Так. Возьмем дополнительные доспехи средние. Сколько у нас еще? Еще три карты. А, ну вот эти все новые карты возьмем. Чтобы их разыграть. Эти карты мы уже видели. Так. А теперь... Колода встреч. Черепов, коблины добавились автоматически. Разбойники, бабушки, капитан гвардии. Вот эти заблокированные карты убрать нельзя в какое-то время. То есть, на которых замок. Угу. То есть, они должны быть на протяжении нескольких приключений. Только потом их можно будет собрать. А для чего они-то? Ну, это вот можно же щит получиться, гоблины. Здесь можно здоровье и деньги получать у девы. Убрать крестьянку возьмем. И, блин, больше нечего поставить. Засады, засады. Звелистый путь. То же засады. Щели покойника. Давайте вот старые уберем карты. Тайны. Возьмем новые. Три. Звелистые убрать нельзя. Здесь новые, новые, новые. Чтобы что-то новое выпало. Не смотреть одно и то же. Так, интереснее, конечно. Так, все, все. Колоду мы сделали. Начинаем. Он говорит, еще добавлю своих карт. Дополнительно, вот он, карты противников, карты этих в магазинов добавил. Ну что ж, начинаем. Здесь линейный уровень, так что можно, в принципе, не думать, куда идти просто подряд. Ну, снова Дева. Вот этот участок, кстати, с первой карты падает. Терешно. Ну, это иначально, чтобы мы можем всякую набрать пищу. Ну, в принципе, видим, что он означает, я зачитывать-то не буду. Ну-у. Так, ну, золотая пища. Возьмем пищу, наверное, как обычная. Чтобы больше ходов. Потому что сейчас уже дольше будет приключений. Там, по-моему, три уровня появятся. Да, возьмем припасов. Пять припасов. И еще три припаса. Так, следующая карта. Каньон. Снова с мечом. Это заблокированные карты тоже базовые, и нельзя пока убрать. И опять спускаться вну. Да. Ну, я пока нельзя убрать. Так-то потом можно ее нафиг, чтобы они не повторялись. Так, мы спускаемся. Ну, если вероятно, что-то там хорошая меч. Ну, меч только-то. Либо можно не найти меч. Точнее, найти меч, но получить... Ну, давай самую правую. Ну, правая... Успех. Ну, второй раз тебе приятно подсказала. А, мы получаем топор. Может, берем случайную карту оружия. Ну, гораздо лучше, чем наш ржавый топор начальный. Поэтому мы берем. Ну, ты, правда, угадываешь. Из трех. Из четырех три. Тут довольно, да. Высокая вероятность. И новая карта, потому что она сразу не открылась. А это... Капитан Гвардии. Я всегда думал, что это лучше, чтобы избежать проблемы с последствием. Я вижу, что у тебя нет таких интересов. Есть у тебя токен, если вы хотите. А за эту карту разыгрывается фишка. Потому что это специальная. Ну, у нее даже метка внизу фишка. Угу. Впереди раздается крик. Слышен шум сражения. Вы бросаетесь вперед, и видите воина, окруженного нежитьем. Это два отряда по два. Это крупного уся. Земля в крупного уся и на костями, но он, похоже, серьезно ранен. И нежить подбирает соски все ближе к нему. Незнакомец. Зовет он вас бросать свое оружие. Вот моя булава. Покончить с этими отродиями. И новая карта оружия. Булава. Это лампы огня на стекле. У нее есть дополнительное качество и святость, при котором нежить не восстанавливается. Конечно, качество. Ну, то есть не возрождается заново скелет. Берем? Конечно, берем. Я такого не отказываюсь. Да. И пойдем помогать капитану. Наш абориген. С одной булавой. Мне больше нифига. А что-то у тебя же вроде щит был готовый. Это новое приключение. Здесь все по-новому. Ооо. Но вот вещи разбрасывать было не обязательно. Ну, в принципе, с ними пока несложно драться. Ну, скелетики всегда самые простые из нежити. Да. Правда, многочисленные. Ну, да. Их-то хрена постоянно. Спасибо, что покончили с ними. Булова, оставьте себе у нас в Кадире. Или в Кадире. Не знаю, как правильно. Таких достаточно. Говорит он, медленно поднимаясь на ноги. До нас дошли слухи о том, что королевцы появились нежить. Я решил лично расследовать дело. То есть он только что умирал, а сейчас уже встал. Да. Он как раз окрут. Он осматривает обломки костей вокруг. Тут их больше, чем я ждал. Видимо, здесь поселилось очень могущественное зло. С ним пришли и его слуги. Собственно, это тот валет, за которым мы охотимся. Мне надо возвращаться в столицу. И обо всем доложить герцогу. Будьте осторожны, путник. Здесь стоится гораздо большая опасность, чем скелеты. Теперь карточная фишка принадлежит... Токен is yours. Well done. Берем следующую карту. Ну, это, собственно, лестница. Потому что это последняя карта. Типа перехода. Да, переход на следующую часть. Найдем. Че же делаем-то. Многие дешли до сюда. Дальше, в факте. Многие дешли до сюда. Думаешь, что лучше? Еще одна новая карта. Могушка. Карта разыгрывается за фишку. Нашли сокровищницу Гоглину. Вы желаете войти? Войти, не войти. Так, отчего. Ну, пойдем. Да, войти. Пойдем, ловушки. Уходите. У меня это особо не получается. Что значит? Тут еще такое есть. У меня здесь достаточно будет слайд. А если не дойдешь? Не получаешь фишку. Ну так-то. Но фишка достаточно полезная. Так что лучше пройти. Да, ловик, прохожу. Ну, тут очень прикольно сделать. Потому что все вот эти события можно от первого лица. Ну, кстати, да. Этого не хватает обычно насталка. Так, еще. О, вот тут вот надо. О, пошел. И сундук-сокровище. Продав ловушку, забирается режимы сундука. Сдающий дает три карты добычи. Двадцать пять золотых. Вот снаряжение. Какого пакосты? В моем дне мы просто не избавили себя внушены. Слышение будет достаточно, однако. Конечно, забираем. И еще двадцать пять золотых. Хороший вылочий. Так, сундук-сокровище не сработали. Спокойно выходите на поверхность. Карточная фишка принадлежит вам. Следующая карта. Снова новая карта. Это торговец. Угу. Пойдем посмотрим, что он продает. А, это маг. Поэтому он продает только определенный товар. Хм. Какие определенные колоды этого, как говорится, инвентаря я уже сам же делал. Угу. А как эта игра правильно называется? Я подзабыл. Hand of Fate. То есть рука судьбы. Да вот Макс уже спрашивает. Ну, такая, приятная такая, медитативная игру. Ну, ладно, видно. Это, в принципе, карточная игра. Так. Подумать, посидеть, повоображать. Что? Колдовские повязки он продает. Каждый удар вызывает проклятие земель для и ослабления противника. Неплохо. Кольцо дракона. Если вы копируете все драконии реликвии, получите плюс 50 максимальному здоровью. Будете полностью исцеляться после каждого боя. Да, но только надо найти все драконии реликвии. Одно пальца нет смысла брать. Собрать весь доспех, а он лечет, типа того. Да. Все драконии доспехи собрать. Серебровая алхимика. Нажмите правой бампер. Чтобы атаковать быстрее каждым удачным ударом, чем сильнее серия ударов максимально. Здесь не останетесь в этой стороны. Голдова. Грабители. Когда вы тянете карту Брикпасов, то есть две карты и устраните в них одну. Хм. Какие чем-то стоит? Может лучше? Что с двух сторон служит? у меня вот золото 50 уголочки описаны может все таки перчатки да пожалуй лучше перчатки видеть интересно интересно так можно что то продать а у меня голова может там продать продать так еды 12 может еще купить еще купим две штучки можно взять ну вот в принципе рыба с яблоками ну давай наберем еды маленькой в принципе хватит пока может где то еще получим пускай золото будет маленько а я смотрю тут еды там в достатке в принципе или это пока что это пока на последний куртник ее будет хватать прям вообще впритык следующая карта снова новая карта на реках украина украина это прозрачная но течение быстрее украина попытаться пересечь я читаю помыться и пересечь ну что попробуем пройти через реку ну давай как аквариум пел переходим эту реку один огромный успех и неудача еще и огромный успех появился ну да там дополнительные плюшки да украина ну вторую с левой ну успех ну у меня огромный конечно легкой брони переплывайте реку относительно несложно к тому моменту вы, как вы достигаясь другого берега, вы замерзли, промокли но зато целый, невредимый и карты, и фишку мы не получаем потому что нужно было купить огромный успех получить фишку ну, не смогла зато ничего интересного тоже хорошо следующая карта, ну, конечно же, лестница ну, вот это колокично идем, лестница сейчас будет третий валет хорошо теперь все, что нужно сделать это найти и убить и мы можем прогрессить найдите валет черепов угадайте, на какой карте валет черепов да, тебе выбрать карту нет, просто последний конечно, последний хотя, может и нет к чему этот вопрос не знаю, он сказал так найдите его гоблины гоблины выживают за счет силы запугивания а не за счет силы запугивания они полагаются на более коварные методы воруют у вас вещи, пока вы спите избегая через магические порталы если славка еще здесь то он может понять, кто это таки хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе пойдем отбивать свое ненасильное что-то Макс хочет узнать мое имя так сильно говоришь Санек а Алина а у меня булаву спер козел Санек ну если пару букв убрать то можно и так сказать ах ах ты козел а то я булаву ах собака да собака так он его забил вот из них можно делать денег сейчас выбивать еще одного победили то есть еще с удостов лоджио так еще и награблено да еще и не только свое отжать а еще и их так надеюсь я булаву свою вернул ну вроде всех порешил он фига я денег еще и набил с них был 10 с ним ну да с них летело что-то похожее надеюсь разобравшись за гоблинами продолжайте будете теперь это карточная фишка не прибежит вам так что у нас с навентарем ну да у меня булава теперь есть снова а счета так и нет значит где-то здесь должен быть гоблин который мне может дать счета но новая карта нападение разбойников нападение разбойников наши бандиты нападает банда разбойников нападает банда разбойников король пыли не позволит безнаказанно убивать его людей то есть мне обстят за валет предыдущим одна карта монстров а монстры в смысле ты ты ей можешь воспользоваться или это против тебя нет это сдающий против меня кладет карту ну это не сложно ну это не сложно ну это не сложно но у нас очень далеко все друг от друга раскидала меня походу дальше все так так возможно среди трупов находите обрывок пергамент с описанием вашей внешности и предложением вознаграждения от короля пыли получаем одну добычу пять пищи но неплохо следующая карта лавка торговая лавка пойдем посмотрим что продают торговец вот как раз контракт наемника за каждую дачу дар будет давать золото но денег нет цепь ярости и сварим дополнительные и щит можно купить щит конечно но там еще осталась одна карта возможно в которой выпадет этот гоблин который может дать щит а может не дать щит а то есть если ты его второй раз встретишь у тебя да может не дать вообще щит то есть имеет смысл сейчас ее покупать но в принципе купим очаг я больше ничего другого не могу купить топор мне не нужен для успеха я не могу купить то есть возьмем щит на всякий случай мало ли можно кратки не нужен все так ну еды у нас завались так что еды не надо ну да щит есть следующая карта конечно же гоблин я не знаю я купил но я не могу я не могу отмечать а в сфере ну да тем более что тебе мешают в следующий раз продают куда-нибудь или уже все заканчивается Голос Ну да, скорее всего следующий будет босс Ну, как обычно подходит гоблин этот, замаскированный, не пойми кем Говорит, я, говорит, ты мне что-нибудь дай, я тебе тоже что-нибудь дам Так, золота у нас опять нету, одной монетки буквально не хватает Ну давай спросим, например, не дадим ему еды, как в прошлый раз Спросим, что тебе надо вообще? Ну давай Гоблин начинает ходить вокруг вас, кругами тыкая вас и щупая ваше оружие, снаряжение, после чего резко что-то хватает Хотя он садится и на минуту задумывается, после чего хлопает ладонь по столу Ага, я знаю, что тебе нужно Вот, говорит, вытаскивает большой пустой мешок Раскрывает его перед вами Засуни руку и вытащи все, что пожелаешь О, может тебя еще и не ищет Он у меня походу булаву спел А ты почему так думаешь? Ну он, что-то... Вон я шлем вижу, красуется за золотом А булавы там нет Всему потому что она была первая Берем карту снаряжения Это средняя броня Не, ну я к тому что оружие у тебя было хорошее Да Опять у меня ворует маринованный лук, убегает Вот, котел Ну конечно, у меня булаву спел И у меня хреновый топор теперь А то у меня там доспехи Блин В принципе в легких доспехах Неплохо воевал бы Зато теперь нету этого святости Который дает булава Со скелетами сейчас будет гораздо тяжелее Неплохо Дело Вот Так и связывается с Гуглиной Ну да, сейчас здесь булавится все Нехороше Эту стойку и нежить невероятно сложность Уничтожить скелет необычайно силен Он так же способен оживлять недавно Поверженных скелетов Находясь непосредственно рядом с ним Вот как раз таки булава этого не давала делать Быть Ну а у меня гоплин и отшел А он же мог всю штуку стащить или Да, любую вещь мог Вот че уставай Да, стащил то что самое нужное Утащил мне шапку Ущипу, утащил хрен с ним Угу Угу Четыре черепа И валет Ну ладно Пробуем так Будет конечно долгий Повержник Тут че учники у него появились Уже Так, пишет кувши на лове Всё, думаю, что там что-то есть, если они нет. Лучше вот этих пакаментов забить. Они ещё подустают. Ну да, он опять будет отвлечь их. Если его лучше зарубать смогут. Да, и через них всё равно ещё пройти. Где главный-то? Они ещё не лучники, они стреляют из каких-то... Мужки. Где главный-то? Да я его убил, он лёгкий. Этот, который в шлеме был со щитом. Просто они там бегали, я даже не успела обратить внимание. Что? А, хорошо. Я спалил, он был ещё лёгкий. Но вы уничтожили мертвых в их тумбах. И даже я не могу сказать, что будет от этого. Теперь наш вагон становится более интересным. Так что мы получаем награды. За помощь капитана Гвардии получаетесь следующий... ... булава, которую он предлагал. Ещё? И ещё булава. То есть я теперь её могу себе поставить сам. Здесь следует лабиринт, а получается следующий колпак собирательства. Там, по-моему, за каждую вещь там получаешь больше. То есть больше пищи, больше золота за каждую карту. Такой-то череп птич. И ещё одна фишка. До встречи с гоблином получаем. Время лечит. И ещё гоблина. Тебе булава. Ну давай ещё гоблину. Что ж такое? А теперь за валета получаем корнила дама пыли. Это следующий как раз таки босс. Любезный жрец. Торговец. Буря пустыни. Буря пустыни. Что-то мне напоминает. Избираться. Последняя карта. За победу. А валетом получаем шлем. Всепоглощающий стыд. Что? Штарфуевать что ли будем? Стыдем своим. Будем оскорблять партийникам. Главное шлем надеть, что мне стыдно будет. Крылованкина. И морозный клык. Кстати, морозный клык охренительнее штука. Это меч, который замораживает партийник. Нет, мы сейчас не у всех 23-45. У меня 2-45. Так, опять. Ну что ж, еще раз. Ну, а как же. То есть, пройдем первый уровень полностью. Да, да, да. Сейчас составляем по новой колоду. Дополнительные карты открылись, что все-таки. Следующий соперник. Дама пыли. Так, у нее дополнительное проклятие. Денежный мешок. На все это приключение будет. Скорость игрока в бою снижена на количество золотых в ее карманах. То есть, с валетов на дому уже перешли. А там потом будет опять валет. То есть, тут не по порядку. Понятно. То есть, с условным обозначением. Испытание обвала везения на карте появится. Да, Макса в Сибири, Алтайский край. Да, далековато. Да, далековато. Предварительница разбойников попала в рабство еще в детстве и выросла в пустыне. Путем подкуков и убийства, она стала главной помощницей и лидером пустынных разбойников. Ни раз доказывает, что способна на безошелостную подлость. Эта молодая женщина. Она не коллапировала, когда импирь был. Нет. Она взяла руки, организовала свои планы, и предупреждала, что в стране, где датятят, она будет единственным делом. Да, нет. Так. У нас новый, о, как раз таки морозный клык можно добавить в кого-то. Макс, я уже она тренированная просто. Игорь, держишься молодой. В смысле? Ну, видимо, что поздно уже. Третий час. Ну, как третий, без педа. Так. Ну что же, вот этот шлем мы знаем. Давай уберем тогда его. Возьмем. Шлем отражения. Ну, то же самое. Тот стыд. Ха-ха-ха. Контрактный яблок уберем тогда. Ну, а по бокам дело... Чет-то паров слишком много, это лишнее. Так. Вечи берем. Еще один вот этот колпак новый. Время лечить, чтобы их открыть. Чтобы узнать хотя бы, что это за карты. Здесь скелетов не будет, так что была вот этим святая вот эта не понадобится. Да. А у меня же тебя уже не будет. Ну, на этой раздаче, по-моему, нет. А дальше она у тебя сохранится? Да, дальше все это будет продолжаться. Больше, 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 больше. Так, тут больше ничего интересного, если бы не осталось. Так, и новые события. Так. А, вот как раз три, в принципе, карты можем добавить. 11 из 14. Вот эти все три добавим. Ну вот. Начинаем. Обвалы добавил он. Зону болта добавил и торговцев. Сейчас, по-моему, будут уже развились такие пути. То есть нужно будет уже выбирать. Угу. Пошла не линяет. Вот уже и пошла не линяется. Угу. Ну, первый ход самостоятельный. А, ты не линяешь. Угу. И опять каньон. Ну, это специально, чтобы получить оружие. В начале хода. А, щели, да, спускаемся. Снова выбираем карту. Что ты мне все время доверяешь? Ну, а я-то что, я тут причину. В смысле, это же график. И что? Я же для вас играю. Или в чате пусть кто напишет, какую карту возьмет. Пять, Слав, тут четыре карты. Ты чего считать, что за черт? Ну, давай саму первую слюду. Угу. Успех. Угу. Ну, пока что я ни разу поднаправила. Не надо к нему. Угу. 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 Так. Угу. Так, теперь вариант. Два. Можно либо наверх пойти, либо направо. Куда пойдем? Ну, ка ка, в чате! Куда пойдем? Угу. Угу. Что-то походу все странные. Наверх, Славка говорит. Пойдем. Лестница! О, это то есть сразу уже с уровня? Да, сразу можно уйти. Круто. Да нет, я думаю, лучше вернуться. Чтобы поднаграться. И разведать дополнительные карты. Но, с другой стороны, когда я буду возвращаться, я потрачу всю пищу опять. То есть мне нужно будет раз, два, три, четыре. То есть четыре пищи, у меня четыре останется всего лишь. Но, я надеюсь, я еще заработаю где-нибудь. Смотри. Ладно, пойдем. Ну вот, как раз таки дело. Вот, мы попросим пищу. Удачно. А ты к лесу не сможешь потом вернуться? Да, обратно можно так путешествовать по этому уровню. Спокойно можно идти. Так, да, конечно же припасов. Две карты. А Макс не оставляет попуток узнать моей. О, нифига она мне еды отсыпала. Скажи ты человеку, ведь он спать не будет теперь. Ладно, Макс, меня Аня зовут. Легче стало. Все, сейчас уйдешь. Новая карта. Гоблин. Ты какая же наоборот. Гоблин. Я люблю гоблин. Сами, Саужи. Я не видел их в годах. Слава, опять. Но, эта карта уже обычная с гоблинами. То есть, на ней фишки нет. Ну, то есть, потому что она уже была здесь. Нет, это просто другой вид карты. То есть, не специальные события. И они же мне ничего и не украли. Они вот только пищу у меня забрали. Оружие у меня не забрали. Может, у меня и пройдет особо нечем. Это были... А, нет, они у меня мечеть все-таки забрали. Это были голодные гобли. Ах, уроды. Иди сюда. О, блин. Человушники даже. Чтобы готовить. А, и Сань попался. Вали. Дай мне меч. У меня остальное, пофи бы все. Меч отжарить. Твои мочи их просто. Ну, супер. Лично забрал. А, они сами в ловушки падают. Это, придут. Придут. Так, ну что? Застя вдохнет. Так, и то. Они могут убежать. Ну да. А, они со временем открывают портал и сваливают. Ну ладно, я вернул все себе обратно. Вот, разобравшись с гоблин, продолжайте путь. Видишь, я ничего не получаю. Дополнительно. За эту карту. Меч есть. Пятая. Пятая. Но только тратится пища. Да, пять единиц здоровья. Становитесь за охота. И все, можно разбираться. О, да, посчитать эту карту абсолютно. Теперь босс, кстати, может быть, если извились, то такой путь будет. Куда хочешь вышить. Он абсолютно на любой карте, не обязательно на последний. О, через... Но обратно уйти уже нельзя. То есть, если попадаешь на босса, то обязательно на последний. Но здесь почему-то прямо. Снова река. Снова фишка. А как ты, говорит, в этот раз пройдешь? Макс, я не переживай. Соник будет на следующий недель в субботу. Просто я уже все выбила сиси. Что ж, пойдем по реке. Снова будешь угадать. У меня сейчас огромный успех все должно угадать, чтобы я фишку получил. Казахи. Сейчас... Какая карта? Следить за картами бесполезно. Да я понимаю... Какая карта. Сейчас, что говорит мне? Мояма вси чуть... Ээээээээ... Вторая... На дате... сейчас у меня сам мне доверился не провал ну тоже верно еще не отжал у гублин чуть всего семнадцать проклятие вот как раз таки можно снять проклятие которое накладывает дама пыли но стоит 400 монеты да не сильно само собой я не могу ничего сделать продать предметы только меньше продать нечего давай купим еды что ли еще потому что там еще будет пару уровней по-моему если не пару то один точно давай вот этот три штучки и еще одну штучку все а тем не менее у меня золото стало меньше и проклятие стало тоже меньше это как-то взаимосвязан ну да чем больше у меня золото тем сильнее проклятие так такое условие снова ушки но в этот раз это простая карта без фишки да еще выбор есть идти или нет да я мочу что-нибудь получим славка все хочет чтобы ты кувшин разбивал ну мисуль это все таки не рпг к тебе ну особенность оружия теперь делать замарился уууу что морозит огонь огонь морозит нет противника но здесь их нет морозит не имеет значения а тут по моему все то же самое да ну немножко по другому чуть-чуть парочка там есть по другому сделать в целом то же самое ну выходит куч тогда фактически так же потом они немножко меняться вот ну ну давай попробуем разбить видишь не бьются не могу я сейчас не сделала ну только отлетает а не он помялся и все больше нечего не могу сделать а не он помялся Славка говорит, что ты манил. Чё? Славка говорит, что ты манил. У меня послышалось несколько другое. Тоже на мейн, там на о заканчивается. Ладно. Я не имела ввиду, что такое. О, добрался. Три карты добычи. 25 золота. Ещё 25 золота. Блин. С другой стороны, это ещё 25 золота. С другой стороны, это плохо. С плохо, что денег много? Да. С одной стороны, хорошо, что денег много. Там ещё, как минимум, два торговца должно быть. А с другой стороны, плохо, что денег много. Проклятие — это на снижение скорости передвижения больше стало. Музку потратить. Ну да, он должен торговать себе такую. Я могу вернуться к тому торговцу. Получи. Ну, он 10 так же, как лестница. То есть висит тебя в другую часть карты. Держи, он купец согласен вести их на свои полоски. Да, поехали. Хорошо. Зачем. Держи, как он, в этот раз. Прямо прямой прямой путь. Угу. Дать дорогу без рогилей. Я как-то один раз играл. Он прям квадратом вышел карты, прям штук шесть или семь, а не, сколько там квадрат, а девять штук, так, квадратом раскидывал. Вот я ходил туда-сюда. Такая тут рандомная, что ли, он выкладывает. Да, он рандомно раскидывает. Обвал. А терривающий шаг, чтобы приезжать к Квине. Так много потенциальных мест для ассоциации, чтобы приезжать в другую руку. Ну, это устроенный обвал, специально. Чтобы я не прошел. Ты же следы побережья, вы слышите рокот над головой, вынуждены укрыться, падающие камни. Ну, вариантов много, я смотрю. Ну, попытаемся. А чё тесты? Причем успех, только одна карта. Две карты провала, и одна карта страшного провала. Ой-ой-ой, какая ответственность на меня. Выбирай. Славка пишет три. Славка пишет три. Да. А ты? А мне вот чё-то крайне кажется... Вот с... Так, я лево и право путаю, сейчас скажу. Слева. Вот это. Первый слева. Ну, давайте, смотри. Сейчас, сейчас, да. Ну, я думаю так. А ты? Ну, я не думаю никак. У меня пустая голова, честно говоря. Ну, кому ты веришь? Мне или Славе? Ну, что, берем тогда третью? Или как? Ну, берем третью. И это страшный провал. Славка, ты меня послалил. Вот нельзя. Славе, да, вряд ли я всегда так и думал. Живи карты поли. Минус пять здоровья. Оу, да. Ну, так мало. И еще минус пять здоровья. Более. Да у меня становится всего лишь девяносто максимального здоровья. Интересно, а что было под первой, как... Которой я нас... Приходится задать себя через несколько часов, жалея из-за того, что не взяли шлем. Больше мешки не достает припасов. Потерять три золота. Ауч. Одну единство пищи. Вот Славика. Слава, в следующий раз уточняй. Он говорит, с другой стороны надо. Ага, конечно. Все, теперь отмазалась, икаешь. Жрец. Жрец. Есть второй, еще встречаются торговцы. Пойдем, посмотрим, что он мне предложит. Благо денег вроде как еще осталось. Хоть и ест. Хоть получил по репе. Камнем. Ну, тут уж... Обалдеть вот такое. Так. Проклятие. Понятно, мне денег. О! Здесь уже 300 стоит на этом уровне. Снять проклятие. Может, дальше будет еще меньше. Так, продать мне нечего. Благословление. Тебе одного не хватает. Вот я потерял золото, когда по башке мне прилетело. Это я ничего не смогу купить. Убитно, когда не хватает николай. Еды, что ли, купить, Маник? Нет. Опять еды и давай купим. Словка все ржет. Если я не подставил тебя. Вот я именно подставщик. Я давно говорю слово вернее. Следующая карта. Нападение разбойника. Снова пыль на меня нападает. Снова пыль на меня нападает. Какие пыльные. Ну то есть у меня супер-меч, но правда, менее мало здоровья стало. Мы не намного жили, ведь они сильно отнимают. Они не особо сильны пока. Потому что все это мелочи. Максимум это как настольная игра. Это типа приключения по картам. Вот и мы теперь раскладываются. Еда. Еда таки, да. Выбрать ялова. Я люблю этот демон. Он льет часто, когда он рассказывает, что это true. Тарас играет фишка в этой карте. На вашем пути возникает дьявол, запутанный длинный плащ. Самый лучший пляж там. Я пришел испытать твою мощь, так называемый герой, выберите своего противника. Что возьмем? Три пыль, два пыль, два пыль. Какой большой выбор? С кем будем драться? А чем они вообще отличаются? Ну, просто выбор. Просто выбор. Ну, давай вот самую правую. Это? Это, ну да, это. Так, так, значит, говорит, вот ты тебя будешь сражаться. Ну, что ж будешь сражаться с другими, так, позабавнее. А че-то, че-то я не поняла. Да я выбрал противника себе двое, а он остальных отдал наоборот таки, а не тех, кто трое выбрал. Ага, вот так. Че-то вас как много-то, ребята. Че, тут только интересная информация о стримерах теперь интересуется, сколько тебе лет. Ну, че-то я уже сильно пострадал, бля. Ты со Славиком? Да, теперь во всем Славе, а вот. Превосходно, скольца и дьявол, ты выдержал моих второго испытания, получишь же сокровища. Может, в следующий раз я тебя убью самолично. В следующий раз я тебя убью самолично. В следующий раз он дает три карты. Фишка теперь принадлежит. Еда. Снаряжение. Ох, цепь яс. Если во время боя вы получаете урон от луков, магических жидлов, то является шанс перезавить эти предметы. Я это так, не сильно. Цепь ярости тоже че-то знакомое. О, максимальное здоровье. О, максимальное здоровье, полотеное. Но это только моментальный респит. Ну, чуть-чуть я восстановил здоровье. Тебе до прежнего пяти не хватает. О, снова этот купли. Он все еще в колоде. А его потом только можно будет убрать. Так, опять же он пришел и попросил. Так, мы можем теперь дать ему денег. Угу. Потому что деньги у нас есть. Можно дать ему денег. Да, главное не спрашивать, что ему нужно дать. Да, дадим ему денег. Он несколько раз забивается, перекладывает монеты, пытаясь сосчитать, сколько вы ему дали. 20 монет я ему дал. Продолжается достаточно долго, после чего он спокойно, неторопливо глотает все монеты по одной. Так, говорит, посмотрим, что у меня есть. Угу. Стучит по полу, и ваш хлоп появляется щит, говорит, держи. Правда, в магазине стоит 7 монеток, а ему дал 20. Выгодная сделка. Лучше б хлеба, да. Да, но он даряет вас теплой улыбкой, искали свои желтые зубы. Похож на мою сыну, а мы с тобой не встречали. Ладно, теперь хотя бы ищи. Может, ищи. Я у тебя не... Не было еще? Да. Не успевайте помешать, она опять берет лук и убегает. Да, сына, этот лук. Я колебал свою муку. Так, ну ладно, хотя бы теперь ищи. Следующая карта. Привездаши из... Пристов, богов и eternally damnation. Я не могу верить в любое. Привездаши. И тоже с фишкой. Карта. Пожалуйста, возьмите токен на их зубы. Лучность. Так, ну, встречи собирают еще торгу. Жреца, который тепло привезет от вас. Немножие доли припасов я могу было словить вас во имя древних богов. Отдать жрецу половину. В принципе, у нас 22 еды. Ну, можно и отдать, конечно. Ну, наверное, что-нибудь хорошее достоинство. То есть успех и огромный успех. Огромный успех, похоже, это фишка как раздавая. Силатчевская. 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 Ну, ну, чем интерес. Ну, приобретаем. Так, можно еще и фишку получить. Слава пишет, что это справа. Ты старая слева. Вторая слева, да? Я тоже думаю, кстати. Это все потому, что я тоже думала на эту карту Славы. Так, что тебе просто повезло. Нижить, осмелившись нанести физический урон игроку, может сама получить повреждение. Но, блин, здесь нижести-то особо нет. Ну, все равно, круто. Или она не перейдет. Это с тобой карта. Крек, телосложение. Всякий раз, когда игрок употребляет пища, он получает вдвое больше очков здоровья, чем обычный. О, я так сейчас быстро снаю здоровье. Ну, ну, это хорошо. Блин, он заколебет сейчас с Арбалетом. Ну ладно, отступать тоже не. Слава пишет, возьми её в жон. Она довольно-таки, видимо, не хочет в жон. Слава, видишь, что ты с чатовцами делаешь? Теперь они думают, что меня Саня зовут. Саня? Ну, Санёк, Саня. Саня, Сашка, я Александр. Она закрепляет своим арбалетом сейчас. Ну вот, Саш, ну. Только напомню, хреначка нет. Ну давай маши в другую сторону, а я пошёл вот тут. Вот. И так она может. Это прям на руки. А это она вон там на фоне или вот это вот? Да, она вообще. Ну да, она там орёт, что-то кроме. О, стараюсь. О, стараюсь. Давай, чтобы палец сломать. Их. А, стараюсь. Их. Тараюсь. А, стараюсь. А, стараюсь. А, стараюсь. А, стараюсь. Да, что-то получилось. Тимон, меня не Саша зовут. Да, конечно. Я не знаю. Глаша у меня был. Улучшение за первый уровень. Контратаки становятся сильнее. Усилены гушения, гушения. Атаки теперь улучшены. Улучшить партиник на более долгое время. Новое начальное мундирование, начальное мундирование. Снаряжение было улучшено. Разбойники теперь сильнее, скелеты сильнее. Разбойники теперь умеют кидать ножи. Ну, то есть, и ты сильнее становишься, и противники сильнее. Ну, это логично чем-то. Это первый уровень, типа, закончился. Первый уровень закончился. Да, первый уровень закончился. Чуть сложнее. Это не удивительно. Я создал каждую карту в последние годы. Ты их взял из меня в несколько моментов. Еще один раз. До встречи с дьяволом. Пари с дьяволом. Хух. Прикольно. И тоже с фишкой. Делка с любезным жрецом. Получая. Кольцо лекаря. И благотворительность. Благотворительность. Тоже с фишкой. Это же похоже на этого. Кто он там был. Это жрец, который... Да, да, да. Победа над разбойницей. Увалет чумой. Следующий плюс. Чума никакая. Ну, это крыса, кстати. Крым. Крымский цирк. Сон в лесу. Все с фишкой. Снаряжение. Добыч скорости. Ледяная броня. Ледяная броня. Ледяная броня. Ледяная броня. Ледяная броня. Теперь сколько мне лет спрашивают. Что за день? Ну что ж. Ты можешь в принципе ответить. Есть. Можно, да? Да. Если хочешь, конечно. Зовут меня Аня. Запомните. А лучше запишите. Да. Лучше запишите. У нас в принципе здесь всех зовут Аня. Да. Нас осталось не так много. Любую девчонку называешь Аню. Не ошибешься. Без проблем. В принципе. Угу. В принципе. В принципе. В 56 просто голос молодого слова все про всех знает, конечно. Думаю, сегодня в принципе можно и заканчивать. Смотри если. Первый уровень прошли. Потом продолжим. Всем спасибо. Кто пришел, кто досмотрел. Кто посмотрит. Подписывайтесь на канал. Следите за новостями. Всем спасибо. Всем пока. И не забывайте участвовать в конкурсе. Объявление в группе висит. Всем пока. Пока.